Привет, друзья, на канале Рецепт и Кося Хвани. Рад, что вы сегодня у меня в гостях, а я хочу показать быстрый, вкусный и полезный суп. И чтобы вас не задерживать, давайте сразу начинаем готовить. Этот суп можно приготовить как с мясом, так и без мяса. Я сегодня использую копченую грудинку. Ну, конечно, можно сделать и полностью вегетарианский суп. Но мне кажется, так будет сытнее с грудинкой. Можно взять бекон. Я сегодня использую грудинку. Немного, 150 граммов, достаточно. А суп я хочу сегодня приготовить в среднеземноморском стиле. Из этого я использую оливковое масло, а не подсолнечное. В перелизе этого простого супа, что все готовится в одной кастрюле. Буквально за полчаса. Может быть, даже и быстрее. Все зависит от сноровки. А теперь я вынимаю обжаренную грудинку. Ее всегда долго обжарить не нужно. Буквально 5 минут. А вот теперь на этом ароматном, вкусном масле обжариваю лук. С помощью лука я сейчас соберу все, что на дне кастрюли, чтобы все перешло в суп. Весь вкус. Для этого рецепта достаточно одной некрупной луковицы. Лук я обжарю не более 2 минут. Как почувствовал аромат, можно добавить уже и сельдерей. Можно, конечно, приготовить и без сельдерея, но с ним ароматнее и полезнее. А вслед за сельдереем 2 зубчика чеснока для пикантности. А чеснок и вовсе не нужно долго обжаривать. 30 секунд достаточно. Открылся. Добавляем грибы-шампиньоны. 200 граммов. Нарезка крупная, лучше не мельчить. Потрясающе с этой комбинацией будет сочетаться смесь итальянских трав. Тимьян, орегано и базилик. Примерно пол столовой ложки. Всегда рекомендую специи немного обжарить, чтобы они открылись. Как только грибы уменьшились в объеме, прошло у меня 3 минутки на высокой температуре, я делаю углубление и добавляю 1 столовую ложку томатной пасты, которую тоже рекомендую немного обжарить, чтобы она не была резкая. Именно сейчас я рекомендую подсолить грибы, чтобы они не были пресные. Если используете грудинку, ориентируйтесь, что она тоже может быть уже соленая. В эту вкусную зажарку для супа вместо картошки я добавляю горох нут. Банку взял 500 мл. И 2 стакана измельченных помидоров, тоже консервированные. Конечно же, можно использовать и свежие томаты. Примерно 3-4 штуки. Возвращаю вкусную грудинку в сковороду. А теперь остается довести суп только до желаемой степени густоты. Можно сделать с помощью куриного бульона, либо обычной воды. Но главное, чтобы жидкость была горячая, чтобы не останавливать процесс приготовления. Суп уже практически готов. Теперь остается только проверить на вкус и скорректировать при необходимости. Я еще немного подсолю. Варю суп еще 5 минут, а в это время нарезаю побольше зелени. Я беру укропчиком, и можно взять шпинат, либо щавель. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Дорогие друзья, я очень люблю супы. У меня на канале есть много вкусных рецептов. А главное, быстрых. Посмотрите, какой вкусный суп получился. Рецепт за полчаса. А теперь перед подачей, когда суп еще горячий, я добавляю шпинат. Он сейчас быстро приготовится. Буквально за несколько минут, потому что суп очень горячий. И посыпаю укропчиком. Друзья мои, приготовьте суп по этому рецепту, и вы удивитесь, насколько это вкусно, а главное, быстро. И очень полезный суп. Для того, чтобы она оставалась яркая и аппетитная. Суп еще очень горячий, и она успевает открыться. Посмотрите, какая это красота. Очень вкусный суп, друзья. Горячий и согревающий. Посмотрите, какой аппетитный, быстрый. Подписывайтесь на канал Рецепт в гостях Ване. Почаще заходите ко мне в гости. Пишите побольше комментариев, где все с удовольствием читают, друзья. Оставайтесь со мной. До скорой встречи. Пока!